Идущие мое плоти, пьющие мое кровь, имеют жизнь вечно. Евангелие Диана 6, глава 54 стих. Когда беседуем о предметах духовных, ничто житейское не будет в душах наших. Если при входе царя в город затихает весь шум, то гораздо более в то время, как дух беседует с нами, мы должны внимать с глубоким безмолвием и с великим страхом. А что сегодня читано, то действительно достойно страха. Что же именно? Послушай. «Истинное горе вам, — говорит Христос, — если кто не будет есть плоти моей и пить крови моей, тот не будет иметь жизни в себе». Стих 53. Так как иудеи перед тем говорили, что это невозможно, то он показывает, что не только не невозможно, но и весьма необходимо. Поэтому и прибавляет. «Едущие мое плоти, пьющие мое кровь, имеют жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Слова его, «Если кто ест от хлеба сего, не умрет вовеки», легко могли показаться им странными. «Как и тогда, когда они говорили, Авраам умер, и пророки умерли. Как же ты говоришь, что не вкусит смерти?» Иоанна 8, 52. «Поэтому он, чтобы разрешить такое недоумение и показать, что действительно не умрет навсегда, упомянул о воскресении, часто же говорит о Таинстве Причащения, чтобы показать, как оно необходимо и что оно непременно должно быть. Плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье». Что значат эти слова? Ими он хочет сказать, что плоть его есть истинная, брашно, спасающего душу. Аминь.